Кеда Шуэмейкер предоставляет заказчикам комплексные технические решения для производства автоклавного газобетона. В настоящее время автоклавный газобетон широко используется в наружных стенах, внутренних перегородках, полах и крышах зданий, построенных из различных конструкций, а также зданиях и стальных сборных конструкций. В качестве сырья для производства газобетона используются известь и цемент, содержащие кальций, а также материалы, обогащенные кремнезиомом, такие как песок, летучая зола или хвосты и другие. Приготовленный шлам хранится в шлам-бассейне для непрерывного перемешивания во избежание седиментации. Секция подготовки сетчатых каркасов используется для производства АГБ-панелей. Стальные арматуры автоматически свариваются в форму сетки для последующей антикоррозийной и сушильной обработки, а затем ожидают введения в шлам. Секция подготовки сырья оснащена силосами для известий и цемента и дозаторами сырьевых материалов. Отмеренное сырье подается в разливочный смеситель. После автоматической смазки пустая форма плавно подается в секцию заливки. Подъемное разливочное устройство выполняет плавную заливку, чтобы избежать возможное удаление масла из формы и образования больших пузырей. Вибратор обеспечивает равномерное распределение пузырьков в шламе. После заливки при помощи фрикционных колес, которые имеют прочную конструкцию шин, форма перемещается к станции установки арматурных каркасов. Следующим этапом производства панели является помещение арматурных каркасов в шлам при помощи крана для установки арматурных каркасов. Температура в камере предварительного отверждения составляет около 40-45 градусов. Направляющие стержни извлекаются из зеленого массива после предварительного отверждения для очистки и нанесения на них воска перед отправкой на следующий цикл. Затем форма с зеленым массивом подается в секцию извлечения из формы через рельсы вторичного предварительного отверждения. Новое поколение машин для распалубки оснащено серводвигателем и зубчатой рейкой, которые обеспечивают точное позиционирование и синхронизированное действие в ходе извлечения массива из формы. Скребок на линии резки оснащен косым ножом для грубого соскальбливания и прямым ножом для тонкого соскальбливания, чтобы обеспечить гладкую поверхность зеленого массива после резки. Интеллектуальная система смены ножей может автоматически заменять фрезы в соответствии со спецификацией панели, а также уменьшать размеры зазора между панелью и блоком. Горизонтальный станок для резки вантовой балки позволяет ровно и без осадочных трещин, разреза тонкие панели толщиной 50 мм. Станок для поперечной резки применяется для вертикальной резки массива. Станок для поперечной резки оснащен высокоточной направляющей, обеспечивающей точность резки, а также устройствами для удаления обрезков с обоих концов зеленого массива. Полностью закрытый режущий конвейер предотвращает разбрызгивание шлама на ходовую дорожку и колеса. Пневматическое устройство для очистки позволяет очистить поверхность зеленого массива. После очистки зеленый массив поднимают на окантователь для обрезки верхней и нижней кожицы. Контователь зеленого массива оснащен двумя рабочими станциями, что позволяет повысить эффективность работы оборудования и ускорить производство. Фундамент устройства имеет V-образную конструкцию для облегчения мытья и переработки отходов. В устройстве используется подвесной дизайн, который значительно упрощает фундаментальную конструкцию. После резки экран-перекладчик зеленого массива транспортирует зеленый массив вместе с боковой пластиной на автоклавную тележку, которая затем перемещается на группировку и автоклавирование. После автоклавирования белый массив извлекается из автоклава. Автоклавная тележка позиционируется, затем белый массив поднимается и помещается на конвейер под разделителем. Разделительная машина имеет стационарную конструкцию с сепарационной рамой. Во время работы машины белый массив можно поднять и отделить. Устойчивость подъема обеспечивается механическими зубчатыми рейками и двойной гидравлической синхронизацией. После разделения белый массив транспортируется на упаковочную линию. Зажимные цанги с независимыми шаровыми кранами позволяют беспрепятственно зажимать блоки и панели. Упаковка для блоков может быть изготовлена по индивидуальному заказу с использованием поддонов или без них в соответствии с рыночным спросом.